Короче, пока у Андрея кочегарится мангал, мы решили по-быстрому попить чеку. Он говорит, называй вещи своими именами. Как называется? Горн. Горн называется. Штука, в которой горит огонь. Горн. Ей, ей, ей! Едем провожать парней из клуба Фортис на чемпионат Европы по карате. Как настроение? Боевое. Мы настроены. Настроены решительно. Анигилировать, да. Три спортсмена. Витя, Ксенджик, Дима Косяков и Артем Середа. Мы надеемся на первую медаль Николаева на чемпионате Европы. Очень на них рассчитываем. Ребята молодцы, подготовились и мы едем поддержать. Мы добились такого результата в сборной. Три человека, это уже много. Ну а сейчас осталось мало делать, только за ними. А взять медаль. Работу. Спасибо. Спасибо. Женьке привет. Спасибо. Возвращайтесь с победами. Вот лично я до знакомства в этой чайной все время пил очень много кофе. Потому что работа такая, постоянно надо быть сосредоточенным, все время в какой-то спешке, все время у меня какие-то авралы и прочие дела. И мне надо было как-то себя встряхнуть. Поэтому я пил кофе утром, потом второй кофе утром, потом приходил на работу, пил кофе опять. Просто ни хрена не соображал, просто превращался в какого-то... Ну, тут тупо уже начинал все забывать. То есть я забывал, закрыл ли я за собой дверь. Когда употребляешь много кофе, становишься вот именно таким. Все по-другому. То есть если я с утра не попью пуэр, я все равно чувствую себя хорошо. А если я с утра попью пуэр, то у меня еще и мозги немножечко так... Там какая-то генеральная уборка происходит. И они... Все встает на свои места по полочкам. И я не кипишую. И у меня все получается. Е-е-е-е! Это будет что-то типа клинка финского ножа, типа финка. А дальше он будет видно. Короче, это Андрюха, а он делает ножи. Это советская рессора. На мой взгляд, самая надежная сталь, которая есть. И с этого куска ты потом будешь делать нож. Вот с этого маленького куска... Да, мы его будем растягивать. Охренеть! Ну, шашлык будет. Лучше отвечаю, да? Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Обязательно комментируйте все эти ролики. Это очень сильно мотивирует. Субтитры делал DimaTorzok Пока греется горн. Да? Так что это делать? Горн греется, горит. Горит горн, мы решили. Достаешь металл, и он, когда раскаленный, красивый, он такой, знаешь, как конфетка, хочется потрогать его. Нельзя, нельзя. Днем мы не можем найти здесь. Какой-то работы у тебя основной нету, это вот фрифестовая вся твоя деятельность. Да, уже в течение года. Больше года? Больше года, да. Сам себе хозяин, живу в гараже. Андрей сказал, что обязательно придет в гости ко мне в студию, в мой, так сказать, воркшоп. И уже покажет нож, который он сегодня делает, принесет его готовый. И мы на него посмотрим. Также, ну, попросим Андрея, он принесет нам побольше своих ножей и уже конкретно расскажет про свою деятельность, как он к этому пришел, что он делает, с кем он сотрудничает и прочие вопросы. Хорошего тебе рабочего дня. Спасибо, Рома. До встречи. Если вам нравится видео, пожалуйста, репостите его в свои социальные сети. Это даст мне больше вдохновения для того, чтобы делать новые интересные выпуски. Е-е-е-е! Так как нет прямой трансляции с чемпионата Европы по карате, я сижу и смотрю чат нашего клуба Fortis. Отписывают результаты. Сейчас вот написали, что украинец наш Дима Костюков вышел в третий круг. И второй бой Дима выиграл 2-0. И Артем Середа пока выигрывает тоже. Вот, я прям держу за парней кулаки. Вот уже пишут, что Дима Костюков проиграл один бой и будет драться за третье место. Слежу дальше, потому что очень сильно переживаю, волнуюсь за наших ребят все-таки. Вот только что Паша написал, что Артем Середа у нас уже в финале. Он у нас уже в финале! Варю ребенку макароны с сосисками. И вот она новость. Артем Середа занял первое место, взял золото на чемпионате Европы. Но это просто у меня аж вот сейчас от слезы потекут. Это насколько это круто. Блин, просто вот вообще нет слов. Поздравляю родителей, поздравляю наших самых лучших тренеров, поздравляю чемпиона. Блин, ну вообще просто, просто бомба. Отлично, молодец. Ей, ей, ей! Руслан, привет! Привет! Так, ну сегодня мы применим на практике, так скажем, второй способ из основных, самых распространенных в плане приготовления чая, который называется пролив. Для этого нам понадобится больше девайсов, чем в прошлый раз. Вот, это не электрочайник, потому что многие путают, это обычный термос. Вот, мы будем сегодня проливать до Хунпао. Это темный Улун, Уишанский, провинция Фудзянь. Мы в прошлый раз варили шу-пуэр. Тот способ, которым ты сейчас будешь проливать до Хунпао, он подойдет к проливу такого же шу-пуэра, который мы варили? Любой чай можно и варить, и проливать тут уже субъективные моменты. Окей. Вот, для начала мы будем использовать чайник. Для пролива существует, грубо говоря, два вида сосудов для заваривания. Это чайник и, допустим, гайвань. Вот такой. Но мы будем использовать чайник. В чайнике, на мой взгляд, чай лучше раскрывается. Вода у нас примерно 97-98 градусов. Просто засыпаем чай. Так, у нас тут 8 грамм, чайник 170 миллилитров. Вот. Рекомендации для разных чаев различные. То есть надо пробовать и смотреть уже на свой вкус. Ну, в среднем, если говорить о темных улунах, то желательно из расчета на 100-120 миллилитров объем сосудов, которым ты завариваешь. Ну, вот, допустим, возьмем, вот, гайвань, это соточка, 100 грамм. Вот. То желательно брать, там, 5-6 грамм на такой объем. 5-6 грамм на 100 грамм? Ну, на 100-120 миллилитров, да, сосуд. Вот. Вот эту воду, которую мы слили с чайника, которой мы прогревали чайник, возвращаем назад в чайник уже после того, как засыпали чай, ну, чтобы смыть, так скажем, пыль, умыть чай. И сразу сливаем. Сразу сливаем для того, чтобы он не успел завариться? Да, чтобы не успел завариться, чтобы нам больше досталось. Ага. Это, вот эту заварку мы не пьем, на ней можно прогреть наши чашки. Ну, чашки прогреваются для того, чтобы приятнее было, так скажем, тактильно. Ну, лучше ж тепленькую чашку в руки взять, чем холодную. Угощаем чаем наших собутыльников. Вот. Заливаем второй раз. Ну, корректное время для того, чтобы чай чуть-чуть настоялся, прежде чем слить. Ну, там от 5 до 30 секунд. Ну, при наших, так скажем, погромовках. Ну, вот мы уже сливаем. Но с пуэром то же самое. С пуэром то же самое. Ну, если прессованный пуэр, то желательно первые там 1-2 пролива подержать побольше, чтобы он немножко подроскист. Хорошо. И сколько раз можно вот так пролить? Ну, хороший чай, в принципе, выдерживает 5-6 проливов. Пуэр. Пуэр 7-8. Ну, и не факт то, что, например, последний пролив будет хуже первого? Нет, не факт. В этом и прелесть, так скажем, данного способа, что пролив друг от друга отличается. И, ну, так ты больше берешь от чая, грубо говоря. Ну, и тебе не скучно его пить. То есть каждый пролив немножко прекрасен по-своему. Конечно, да. По-разному раскрывается лист, его вкусовые качества. И от пролива к проливу мы имеем возможность полностью насладиться процессом знакомства с чаем. Да, в принципе, можно и больше раз проливать, сливать. Это уже субъективные моменты, потому что, например, цвет будет чай держать очень долго. Там можно и 20 раз его пролить, просто не будет от него смысла никакого. Он будет безвкусный, безвкусная подкрашенная водичка. А вот сколько раз в день ты пьешь чай? Ну, в среднем раза три точно. Это минимум. Ну, когда раненько просыпаюсь, то и дома пью. Вот, прихожу в чайную пью. Потом, когда приходят в гости в чайную, да, если они хотят, я тоже с ними пью. Ну, и вечерком дома тоже пью. Ну, собственно, если, получается, если грамотно заваривать чай, грамотно его пить, то, как бы, можно его пить хоть весь день, и ты особо там не передознешься. Ну, по началу я бы не советовал. Если ты только начинаешь знакомиться с правильным чаем, с вот этой ритуальностью его приготовления, там, с изучением различных способов, вариаций этих способов и так дальше, то, поначалу я бы много не рекомендовал. Ну, литра полтора-два за день, я думаю, хватит. Ну, и главное между чаями кушать. Да, да, ни в коем случае, да, нельзя натощак. Вот. Вообще, максимально подходящее время для чайпитий, это полчаса до или после еды, но не натощак. Мне тут в голову пришла одна интересная мысль. Если Руслан не будет против, и мои подписчики, зрители захотят, то в каком-нибудь из выпусков я могу сварить Руслану чифер. Нормалёк. И показать вам, как это делается. Попробуем. Самый олдовейший найдём гранулированный. И наварим чиферку. Принесём магнитофон, зарядим мишку круга, и лупанём за всю хурму. Сделаем, так сказать, мурчащий выпуск. Мурчащий чай. Спасибо. Мы ждём.